Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Алексей Соколов на канале Реальный Мир. Всем известно, что природная видеосъемка и фотосъемка делятся на узкоспециализированные сектора. Один фотограф умеет птичек снимать, второй – рыбок, третий – пейзажи, четвертый – растения, пятый – рассветы, шестой – закаты, седьмой – снимает ежиков с дистанции 2 метра, восьмой – туманы с расстояния 50 метров, девятый – умеет читать до десяти, а десятый – трезвый ходит... Извините, кажется, уже что-то лишнее напридумывал, ну ладно. Итак, все подразделяется на узкие сектора. Каждый фотограф, каждый видеооператор на чем-то узко специализируется. В результате часто портфолио фотографа получается слишком однообразным. А уж видеозаписи настолько одноплановыми и монотонными выходят, что без слез смотреть невозможно. Мой друг Борис Воробьев с канала «Фауна Беларуси» с одной стороны тоже специализируется на очень узком секторе природного видео. Его тема – макро, сюжеты из жизни насекомых. С другой стороны, Борис – профессиональный видеооператор. И он знает, что хороший видеоролик – это не тягучее однообразие, а постоянная смена планов и масштабов. Во время нашей с ним скайп-конференции я рассказал забавный эпизод о своей практике. Прошлым летом я поснимал дятла, висящего на веточке березы и собирающего каких-то насекомых. А вот подойти и снять самих насекомых забыл, при том, что у меня макрообъектив профессиональный лежал в 10 метрах от этой веточки в сумке. И об этом я очень пожалел потом, что самих насекомых не поснимал. И вот в какую дискуссию развернулся анализ того эпизода. Смотрим фрагмент нашей скайп-конференции с Борисом Воробьевым. Да, Алексей, значит, ты сейчас озвучил главный бич всех людей, ну, в смысле, проблемы качественной макро-видеосъемки. Сам того не знаю, ты это озвучил. Вот о чем мы с тобой в личной беседе разговаривали, то, что я тебе говорю. Ну, маловато людей на ютубе, которые занимаются макро-видеосъемкой. Да, они есть, но, как тебе сказать, да и я грешил этим, что я снимал практически только одну крупность. Имея возможность снимать только в 4D, я снимал только одну крупность. Потому что у тебя нет возможности кропнуться, у тебя нет возможности приблизиться, потому что, ну, все, у тебя заканчивается твой макро-объектив, и так ты на МДФ снимаешь, на минимальной дистанции фокусировки. Ну, конечно, там вот у сотки 31 сантиметр. Ну, это неважно. Они все равно дают один и тот же размер фокусировки в кадре, потому что один к одному. Конечно, на МДФ надо, ну, таких воверх они не уползут, там вот мелочушка такая, которых много. То есть, ну, я посмотрел, я даже биологически вот это опознать, сейчас вспомнить не могу, что там на березе. в большом количестве было, а их много там было. Их там много было. Так вот, проблема всех, большинства макро-видеооператоров, которые снимают макро-видео на Ютубе, вы можете их найти? Ну, если это не украденное у National Geographic, у Discovery... Ну, даже кто-то тоже, минуточку, туда тоже кто-то снимает первичный материал. Нас интересует первичный источник контента. Так вот, большинство макро-видеооператоров, они снимают, они не меняют крупность, да? То есть, они снимают насекомое, ну, так вот, целиком, скажем так, да? Ну, или немножко издалека, то есть, можно варьировать крупность, да? То есть, слишком общий и почти средний план, да? То есть, если насекомое крупное, то можно почти средний план сделать насекомого. Вот. Крупный план насекомого, ну, если это очень большое насекомое, типа, какой-то крупной бабочки или самых крупных жиков, можно сделать, наверное, крупный. Ну, если еще там Рейнокс, вот это макро-линзово, Рейнокс-250, прицепить там с диоптерей, плюс восемь, ну, тогда, наверное, можно и сфотографировать, и снять, наверное, видео. Так вот, к сожалению, к сожалению, на Ютубе таких роликов вообще нету, когда макро-видеооператоры снимают разной крупностью. А это очень сильно бьет по качеству картинки, восприятию картинки, да? То есть те, кто сейчас, возможно, на меня смотрят, профессиональные видеооператоры и инженеры монтажа, они знают, что чтобы ролик хорошо, живо смотрелся, нужно менять крупности. Общий, средний, крупный, да? То есть с общего на средний, на крупный, с крупного, например, на средний и так далее. То есть варьировать вот этот вот на детальный план, да? То есть это очень сильно поднимает ролик в качестве, да? То есть когда ты варьируешь эти крупности, к сожалению, скорее всего, технически просто люди этого не могут сделать, потому что снимают на Full HD. Я секунду перебью. Значит, все, что ты сейчас сказал, ты сказал про вот чисто макро тему. Вот весь ролик, если макро, и внутри темы макро варьировать планы, да? Крупный план, общий план, детализация. Я сейчас говорил про вообще ролик вот про птиц, и там туда вставить кусочек макро, что эта птица ест, как это выглядит, там, в общем-то, любое разрешение. Я сказал, у меня там вот в сумке сотка каноновская валялась, да? И, ну, даже, в общем-то, ну, то, что телевиком снял птицу, да? Просто добавляешь детальный план, да? Да, добавляешь. Даже с любительской камерой, с самой дешевой, как и авиатор там есть. Ну, подойди, сними вот эту вот детализацию, потом, может, подсядешь на макро, может, не подсядешь, ну, просто вообще, что там живет, как это выглядит, вот то место, где птичка сидела, что она там делала? Это же природа, это все в комплексе. Мы все знаем, что птички питаются насекомыми. А какими? А как эти живут? Как эти насекомые живут? Как они там расположены? Почему дятлу удобнее было вот с веток собирать, а не со стволов? Может, их там дохрена очень насекомых? Может, что, шевелится смешно? Может, у них там конференция, если попозьет? То есть, вот просто добавить макро в такие привычные форматы, да? Хотя бы даже, то есть, не то, что макро называется, классическое макро по соотношению матрицы и объекта, а даже просто подойти вот вблизи, снять это место детально, да? То, что любая любительская камера позволяет. Я еще раз говорю, у меня профессиональный объектив там в сумке валялся, и на мою там, на шестерку Canon, слава богу, и телевико это прикручивается. Но если этого нет, да, если универсальная камера, там есть трансфокатор, там есть черт, почему не подойти, не поснимать? То есть, у нас в птичьей съемке, да, высшей степенью детализации считается, вот как Зинаида моток снимает, да, то, что там крупным планом, там щегол во весь кадр, у нее офигительные совершенно съемки, вот кто Зинаиду не знает, ну, посмотрите, там не только щеглы, ну, я думаю, Зинаиду знают все, да, вот что там сидят, или там два снегиря в композиции, или один, или вообще часть птицы там на весь экран, ну, все, вот это последняя степень детализации у нас по птичкам, да, или там по зверям, там у меня косуля во весь кадр. А вот что эта птичка клюет, вот этот вот кусочек, да, его отдельно показать, вот этого никто не делает, то есть, а кто делает, он переходит в партию макро, типа, вот такой он не с нами, ну, это же, как мы все, я считаю, из, там, если в одно и то же поле, особенно не у одного, когда оператора три камеры, да, а когда в одно поле, там, на какую-то особо охраняемую природную территорию приехало три фотографа, три оператора, один с макротехникой, другой с телевиком, третий с широкоугольником, четвертый там еще с чем-то и сняли. Вот, то есть, об этом говорю. И вот, вспоминая прошлую тему, вот, неделю назад, да, когда Арчил интересно, в общем, про травертиновые поля рассказывал, да, вот, например, да, это же, вот, почему территория стала особо охраняемой, ну, чтобы она стала особо охраняемой, для властей, там, до народа надо было донести, что туда нельзя джипы пускать, что это вот разрушение. Те же, ту же структуру травертинов показать, макрообъективом поснимать, да, как это выглядит, как живой травертин, да, и как он быстро сохнет, вот этот процесс умирания поснимать, это же, то есть, прикладной макро, макро, я считаю, ну, сейчас живет вот на Ютюбе и везде там, в основном, в себе, вещь, что ограничивается, то есть, макро не выпрыгивает, то есть, ну, как раз макрофотограф имеет все возможности, макрооператор, снять ландшафт, где все снималось, да, там, ну, кстати, давай бэкстейджи посмотрим, Борис, как выглядит макрофотограф. Я еще хотел бы подсказать буквально пару слов. Возвращаясь немножко назад, то, что я говорил о макро-видеооператорах, в принципе, то же самое можно сказать и о птичниках, вот сейчас вот многие там, да, в чате, скорее всего, и фотографы, и, ну, какое-то видео пробовал снимать, я могу то же самое и про птичников сказать. Да, вы там берете их во весь кадр, птиц этих, да, но, блин, ну, было бы круто, если бы вы там прям голову взяли, да, да, эта птица вертится туда-сюда, но есть моменты, когда вы можете подловить это. Если вы снимаете на камеру, которая снимает видео в 4К, вы на монтаже можете просто взять и кропнуться до Full HD и взять птицу, вот, прям лицо, да, ну, в смысле лицо, мордочку, да, это очень круто, это очень оживит ваш кадр, оживит ваше видео, и ваше видео гораздо будет интереснее смотреть. Вот я тебе, готовясь к нашему стриму с тобой, Алексей, я тебе сбросил каналы, некоторые каналы птичников, которые, ну, в принципе, интересны. Да, да, и не только белорусские оказались. Я просил по Беларуси. Это просто есть канал, я не буду называть, чтобы кого-то не выделять. Почему? Наоборот, у нас приветствуется называть всех, то есть я за только, чем больше информации, то есть реальный мир, как это по-украински, то есть мы всех называем, мне нравится в Республике Беларусь канал с английским названием Вайл Лайфворд. Да, да. Как этого парня зовут, кстати? Я, честно говоря, не знаю. Мы с ним, по-моему, мы когда-то с ним общались один раз, и он мне говорил, что он снимал тогда, ну, когда он, видимо, когда мы с ним общались несколько лет назад, он говорил, что он снимает некоторые кадры на 7D, по-моему, Mark II. Если у кого-то нет, я сейчас ссылки на все каналы, которые мы обсуждаем, я в чат кидаю. И ты знаешь, эти кадры, они были просто невероятными, но они и сейчас невероятны, там и боке, и высокая детализация, несмотря, ну, я не знаю, он, может быть, сейчас уже в 4К снимает, просто выкладывает Full HD, да, но даже тогда вот детализация с крупной матрицей 1.6, 7D, Mark II, это была очень высокая детализация. Он там, может, и на монтаже немножко накручивал резкость, да, но это смотрится очень круто, но, блин, опять же, вот прям камень предкновения, вот уже извините, но для меня, как для профессионального видеооператора, я не могу смотреть. Пускай он будет тысячу раз красивый, резкий и безумно интересный кадр, но если нету смены крупности, то уже извините, это уже не такое крутое видео, да, поэтому... Борис перебил, вот, Александр написал, Дмитрий Якубович его зовут, вот, Дмитрий Якубович, земляк Бориса, то есть, мне чем этот канал нравится, что, ну, он вообще шедевры, во-первых, выдает периодически, то есть, качество просто потрясающее, но, что мне нравится, именно эта смена крупность, то есть, у него даже самый маленький, там, полутора-двухминутный ролик, у него будет общий план, вот, ландшафтная, красивая композиция, то есть, пейзажная, где это место снято, да, у него будет обязательно фрагмент ландшафта, где вот этот, живой экшен он снимает, да, и у него максимально крупный план по, там, по птице, по зверю, то есть, у него, вот, минимум, три смены крупности есть, а я еще раз говорю, вот, если добавить, где эта птичка долбила, там, какого червячка, это уже четвертая смена крупности, просто вписывается, да, и так, наверное, вы поняли уже, что макро, это не только, некая вещь в себе, закрытый мир, и отдельная каста фотографов, но и вид съемки гармонично сочетающийся со всеми прочими и прекрасно дополняющий любой природный сюжет, будь то съемка зверей, птиц, ландшафтов, природных явлений и так далее. Примечательно, что я больше рассуждал о том, как макросъемкой дополнить сюжеты из жизни более крупных животных, зверей, птиц, вот, ну, а Борис углубился в разнообразие масштабов внутри самого макро. Мир насекомых можно тоже, оказывается, снимать разнопланово и в разном масштабе. Макро-ландшафт, макро-экшен, макро-композиция, макро-портрет насекомого, макро-детализация и так далее. Так что, господа авторы ютуб-каналов, обратите внимание на то, что снимать надо максимально разнопланово и не пренебрегайте таким интересным дополнением, как макро. Ну, а вы, дорогие зрители, требуете долива после отстоя пены... Извините, опять не то. Хотел сказать, требуйте от авторов каналов, на которые вы подписаны, показывать вам природу максимально разнообразно, разнопланово и динамично. Ведь природа достойна того, чтобы ее красиво и интересно показывать. Полная запись нашей беседы с Борисом доступна здесь по ссылке. Если до сих пор не подписались на канал Бориса Воробьева, рекомендую это сделать прямо сейчас. А вот ссылка на один из лучших его роликов в внедорожнике Макромир. Смотрите на мир разнообразно и разнопланово, берегите природу и до встречи в реальном мире.